Всем привет-привет, дорогие друзья! Коктейль твоя птили снова Яша и мой отец Санислав Николаевич. И сегодня повторим. Продолжим. Продолжим, да, друзья. Ребят, до такой степени понравились, потому что у нас коктейли готовы, когда пили Негрони и черный-русский, что черный-русский у нас просто сразу и все, бутылка закончилась. Да, черный-русский прям топ, да? Прям топчик, бутылка. Негрони, конечно, там подольше пили, ну все надо пили. А эти-то два новеньких еще попробовать сразу захотелось, прям, ну ладно. Очень понравился, необычные бокалы, все у нас такое прикольное. Лед мы уже добавили, вишенку добавили, что нужно для коктейлей, да? Ну что, давай посмотрим, что у нас за коктейли сегодня. Напомню, это готовые коктейли, с которыми ничто делать не надо, максимум лед, там какие-то красоту хоть навести. Что очень-очень круто, да? Это у нас old-fashioned cocktail, в 18 веке, да, придуман? Они оба 19, а в 1874 году, в 1880 году. Да, в общем, в Америке все это придумано, да? Ну, в американских. Давай, наверное, все-таки про состав, да, все они на виски вроде бы оба делают. Состав виски зерновой, Tavern Haunt Bourbon Style. Ну, то есть все, не менее пяти лет выдержанный. Краситель сахарный колер, вода пищевая исправленная, сахар, настой свежей лимонной корки. Блин, вкусняшка-то уже. Да я еще хотел лимон достать, я же говорю, не надо лимон. Растительный экстракт трав, краситель сахарный колер. Ну, это место вермута. Вермута завтра. Сахарка трав. Ну, возможно, да. Да. Так, ну и Манхэттен, да, тоже известный такой коктейль, пьют его из таких вот... Ну, это король коктейлик называется. Ну, да, давайте прочитаем состав. Вода питьевая исправленная, дистиллят висковой, зерновой, тоже из кукурузы, выдержанной не менее пяти лет. Ну, то есть, скорее всего, тот же самый, да, хотя там более расписано. Вода... А, водка царская, золотая. О, еще и водка добавлена. Конечно, с водкой. Так, мед липовый, натуральный, настой липового цвета, сахар, лимонная кислота, ароматизатор, сахарный колер. Экстракт трав, растительный экстракт красного апельсина, настой гвоздики, корицы, красителя. А краситель красный очаровательный. Делать у нас это... Это царская ладога. А, ладога, да. Да, 35 крепость у обоих, по 4 грамма сахара, то есть, они такие жиркие, блин, горьковатые. Ну что, здесь у нас изображены на задней стороне бокалы, что очень круто, я считаю, да, что вообще все, за тебя вообще все сделали. Я тут уже готовый коктейль, что там говорит? В общем, халява, да, цвет тоже прикольный. Давайте попробуем, что ли, с олт-фэшн. А мне тоже разлют. Какая разница? Пустые. Оп, чизненький. Так, вот, ступай, оп, 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 оп. Ох, ох. Что жмотка это? Эх, прям вот так вот. Решили не греметь ведром сегодня. Конечно же лучше заварить все, подготовить, да и все. Да, и время не тянуть, да, друзья, вам. Приятного аппетита, если кушаете. Ну, ваши котельчики у нас хрозунок. Ох, ты как красиво это смотрится. Такие оригинальные сегодня бокалы, да. Из этих попробуем, наверное, кому что понравится. Ну, прям, ну, красоте ей. Красоте ей. Ну, ветериночка сегодня будет точно, блин, да. Красоте ей. Не, ну, пришли друзья, да. Все, хоп, коктейль сделаю. Еще сказал, да, я сейчас вам коктейль замучаюсь, сделаю. Да, 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 они там сидят, ждут, да. Оп, пришел, да. Все, давайте попробуем. Ну что? Давай, пока лед не подраздавил сильно. Ух, как. Ну что, за вас, дорогие друзья, что ли? Будем пробовать. За ваше здоровье. Ну, здесь все, конечно, здесь лимон, апельсин, да, вот эта цедра. И бурбон, и лимон. В бурбончиках хорошо, с апельсинкой, с лимоном. Сильно выделяется. Ну, блин, крепкий, наверное, мне так почему-то кажется. Да. Ох ты, как хорошо это. Слушай, по мне даже какая-то глятва как будто бы есть. Ну, такой приятный, такой легкий. Нет, такой пряненький. Пряненький, да, вот здесь много специй. Специи, виски чувствуется, да? Бурбон именно чувствуется. Бурбон чувствуется. Слушай, сейчас с водой, сейчас, ну, получается, со льдом, да? Он раскрывается. Раскрывается, да. Более раскрывает то, что это бурбон, кукуруза, наш слад чувствуется. Слушай, опасная штука. Опасная? Опасная. Его можно много выпить. Ну, приятный. Приятный. Такая сладкая, горькая. Если еще могу такое сделать, если, допустим, девушки какие-то, да, туда можно сейчас соку добавить, подразбавить. Да, может быть вообще нормально. Ну, его сода его выше разбавляют. Ну, я по сокам, допустим, виски с соком, да. Если бы послабже было, можно разбавить. Да, чуть-чуть, чтобы, ну, для девушки. Ну, для меня вот хорошо. Для меня тоже, да. То есть, просто можно тупо охладить и даже лед не добавлять. У тебя со льдом тоже хорошо. Надо в конце жвачку какую-то новую, куда жвачку покушал. Нет, ну, слушай, приятно. Вообще, кайф, кайф, кайф. Реально кайф. Ничего делать не надо, вот самое-то интересное. Да. Да? Тарская, молодцы, конечно же. Да, все молодцы. Что, они с 95-го года уже? Нифига себе, сколько лет. Это то, что ты любишь, где виски и все. Да, да, да. То, что мы там за границей ездим, где-то на каких-то курортах, да, вот это именно такие напитки, когда виски и добавьте мне там. Я просто боялся, что будет очень крепко. Нет, нормально. Хорошо, вообще. Нормально. Вот сейчас подразбавили, вот дом, да, считай. Он уже подтаял маленько. Хорошо. Прямо так прохладненько, во рту приятно. Вообще. Апельсинками такие, лимончиками, апельсинками, специи. Я бы отнес больше к мужскому напитку. Да, конечно. Ну, считается мужским, да. Хотя, ну, да, старая, молодая коктейль, да, такой old fashion. Просто и замечательно. Вообще шикарно. Ну, давай, перейдем к следующему. Ну, тут-то вообще медузки. Как мне нравится эти вот тут держать. Там у нас еще вишенка где-то внизу. Так, это у нас, вот, Манхэттен, да. Давай будем пробовать. Ух ты. А, вот здесь уже вообще поработали. Ну, там состав-то я читал, да, много длиннее. Слушай, ну, здесь реально вермутт он пахнет, хотя его тут нету, да? Аромат вермута идет. Аромат идет каких-то спец. Вот, так вот вермутт. Слушай, здесь вся история написана. Конечно, вот, если честно, напишите по-русски, да, вот. Как бы у меня было такое желание было. В Нью-Йорке его, как бы, изготовили. В 1875 году. 75, да? Я читал 74. Ну, давай. Давай. А, вот такое, наверное, мне больше нравится. Вот такое, наверное, больше, вот мне вот такое подходит. Ну, 35 я вообще не ощущаю. Вот такой пряный, да? Ну, можно со льдом тоже было, конечно. Да, можно со льдом. У нас, как бы, тепленький, малейко. Ну, шикарно. Не, ну, я его охладил. Ну, ну, да, лучше посильнее охладить, тогда он будет намного интереснее. Слушай, я вот через трубочку хочу. Нет, не буду. Лучше так. Ему маленькими воротками приятно сидеть, вот. Слушай, они оба хороши. Ну, ладно. Ну, они разные. Здесь все равно, вот, маленькая кислиночка, такой. Сладкий, да? Сладко-кислый. А тот сладко-голький. Там прямо виски-виски. Да. Здесь так глубоко чувствуется. Здесь больше приятностей, вообще очень много приятностей. Он ближе к глинтвейнам, да? Да, что такое. Согревающий. У меня прямо все начало, как бы, греть так вот, знаешь. Ну, это прямо посидеть так вот, понемножечку, да? На, посмотрите, есть в Ладоге еще эти другие коктейли. Еще в рай какой-то есть. Да? Увижу, я, кстати, кто возьмёт. Ну, просто ребята у нас просто не, ну, ура, улетели, еще нет их, пшшшш, испарились. За один вечер. Особенно черный русский, да? Ну, я думаю, все, вот это прикольно, что его можно очень долго... Вот этот, ты говорил, опасный, да? Потому что он такой легко пьется, как бы, можно быстро уйти в никуда, да? А вот этот, наоборот, потихонечку, помаленечку. А вот его много не выпьешь, он горьковатый маленький, знаешь, что такое? Кисляный. Пряный, да. Слишком пряный. Но это и прикольно, в плане того, что его как бы сидишь, и достаточно долго можно... Здесь, вот сейчас, на данный момент, это просто подразбавленный бурбончик такой, он прям хороший бурбончик. Чувствуется, что это не гадость какая-то, знаешь? Такой хороший бурбончик. Ну что, будем заливать в эти бокалы? Давай попробуй. Залить? По чуть-чуть, посмотри, как смотрится. Вот. Вот такой, да? Ну. Ну, это интересно будет. Ну, сейчас безо льда будет, крепко будет. Давай хватит немножко. Оставь людям. Да ладно, чего уж. А туда давай тот нальем. Давай. Ох, кстати, интересно будет. Вот такие эксперименты делаем, друзья. Ой, пролилось немножко. Говори, я не вижу из-за твоих рук. Лей. Лей, лей, не жалей. Хватит, давай, давай. То людям надо оставить. Друзья. Ох, как красиво-то, слушай. Ну, блин, на столе просто красота. Вот что делают напитки, дай трубочку, пожалуйста. Пожалуйста. Тебе больше это понравилось, да? А мне больше что-то понравилось. Ну, давай поменяюсь. Да, в общем, вот эти, укажу свой вкус, да? В общем, друзья, вечериночка собирается. Буквально за пять минут берете красивые бокалы коктейльные, да? Берете уже готовые напитки. Свечи зажигаете, и у вас вообще идеально. Девуши приглашаете, свечи зажигаете, все ровно, да? Вечеру дольше. И заливаете вот так вот, без всякого льда. Какую-нибудь репку залил, да? Или в медузу. И все. И все, девушка твоя. Блин, слушай, вот это прикольный. Его можно очень долго, да? У него и по вкусе долго. То есть прямо маленький лоточек из трубочки. И сидишь, кайфуешь. Не знаю, мне это больше понравилось. Шикарно. Ну, фуга, она опасная. Так вот, ядовитый. В общем, друзья, такой лайфхак ролик, да? Все просто, элементарно, быстро. Не очень. Без заморочек. Удивить, угостить людей, потому что всем надоело это водка. Ну, как надоело? То есть им дают хоть чего-нибудь другого, да? Какие-то коктейльчики. А самому это делать... Так вот, время, время делать. Да и тысяча ингредиентов на 33 бутылки купить, чтобы все перемешать. Плюс какие-то там корицы, не корицы, все это добавлять. Ну, это очень сложно и заморозно, да? Порой, да, конечно, круто сделать самому. Само собой. Ну, мы же все-таки ленивые. Не то, что люди ленивые. Когда люди уже к тебе пришли, люди на пороге, как говорится, когда ты будешь что-то делать? Ты просто пришел раздриво вот так. Типа без приглашения, что ли, пришли? Ну, почему? Нет, всякое же бывает. Смотри. И ты вот такое подал на стол. Ну, красота. Красота, извини меня. И все вкусно. Да. Да. Если бы было невкусно, другое дело. Ну, ладно. Друзья, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В телеграме все самое интересное, да? Какие-то коктейльчики даже не добавят, делаем. Напишите, кто пробовал вот эти коктейли. Я, честно, я в восторге. Вот, ну, реально, мне понравилось. Да, покупаете ли вы коктейли вообще готовые, либо делаете сами, может быть, какие-то рецепты, что-то еще, да, такое, друзья? Ну, проявите фантазию, грубо говоря. Да, да, да. Тут фантазии, тут нормально фантазии, кстати. Нормально? Чтобы ничего не появляет. Вышел, налил и все готово. Люди пришли, ты говоришь, а я тебе добавил сюда. И вот вишенка, да, лежит вишенка. Берешь, о, я вот тут с вами с вишенкой приготовил. Да. Все, никто не знает. Зачитал рецепт, выучил его и сказал, из чего ты его сделал. Все готово. Обман, да не обман. Там же это все есть. Все есть, да. То, что ты делал, можно по этому не говорить. Ладненько, что, будем прощаться. Надеюсь, понравился обзор, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на Дзен, если все еще не подписаны. Там ролики выходят раньше. Пробуйте разные вкусные напитки, но не перепивать никогда. Да, и коктейль это опасно. Коктейль это очень опасная штука. Потому что сладенько, вкусненько. Да, сладенько, вкусненько, а границу 35. Ну, в общем, мне понравилась тема вот эта. Думаю, чтобы они еще дальше развивали. Хотел бы, чтобы они дальше развивали. Да, я еще что-нибудь купил. Да, что-то может быть еще поинтереснее, не знаю. Хотел бы, конечно, наш любимый. А, ну, в принципе, мы его пробовали. Ну, ладно. Попадешь? Попадешь. Ладно, друзья. До скорых встреч. Спасибо. Все с вами. Пока-пока. Да супер. Супер. Пока-пока. Вот так. До женщин. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok